Девушки отдыхают Я, соучёте, с батьками все селянские работы робил. Значит, и батька орать учил, дед ещё меня учил орать сахой и доказывал, что саха лепше в господарстве, чем плох. Её можно подвезти под камень, не сломать, под пень и так далее. Словом, дед имел больший респект до сахи, чем до плуга. А батька уже корыстался плугом, и Мемель вышел на плугу, и переважно двуя коней в плугу ушло. Девушки отдыхают до Польши. По-второму, перед Першей войной, нашим наисцовачь, Ашмянский уезд, альбо Ашмянский уезд належал до Виленской губернии. Так что я вот в этой частке Беларуси, с Виленской губернии. У Польши был обовязок у школу ходить. У польскую школу. Был обовязок. Коли хто не хачев посылать дича у школу, то яго могли покараць. Покараць переважно страхом неким. Першую свою навуку брал у так званого директорской школи. Сбирались дети 7-8 годов. И некто, кто больше грамотный был, что учил в неоконченную городскую уездную училище, наймали его наши батьки, и он нас учил. А так вся гутерка ишла в белорусской мове, только пачеры, и он нас учил спочатку. Это были в польской мове. И лямантары были так само в польской мове. У польскую школу пошел, мающий неких 7 годов. И так я за 2 года окончил 4 классы. Я имел уже 10 годов. И мне батьки бачили, что я люблю учиться. Думали мне отдать наставницкую семинарию. Из Белоруссии ничего не имел супольного. В гимназии до 6 классы приблизно я уже корыстался только польской мовой. А как приезжал до хаты на свято, скажем, то тогда говорил по-белорусскому с батьками из вязковой молодцы. А так уже мова моя была польская. И только в 6 классе, уже приблизно в 5 классе, у меня сведомость белорусская национальная появилась. Дякуючи старым белорусским девчонкам, которые сидели в турмах перед этим, и они уже нам умовили, уговорили, что мы ось белорусы, и что наша мова ось мовой прихожей, мовой интеллигентной, мовой книжной, и что мы маем корыстаться и своей мовою. Вот же и был такой период двумовный, что в школе польская мова, еще вымогалась польская мова, а одночасно уже сведомость национальная появилась у конца гимназии, это не за 5, 6, 8 класса. И то только мы говорили между собой по-белорусскому, а так всюду офицейной мовой была польская. В час войны у Менску склался такой выпадок, что с музеев, музеи належали до политических, подпорядкованные политическим институциям, одночасно Хитлер змищил Габреев, словом, с музеев, академии наук, все люди поутекали на всход. Я как раз в этот час пришел в Менск, и тому, после некого часа, меня назначили в музей. Музей – это и очень моя профессия. До этого еще мне дали опеку над историческими помняками. Это костелы, церквы и так далее. и дать за то, чтобы они были в добром стане, чтобы они не были изнижены. Вот это была моя профессия в час войны, и на это я был приготовлен. Судясь с тем, что мы все утекали перед большевиками, то у Немечения, скажем, на эмиграции, я пошел працевать у школьництва. У Немечения оказалось много людей, и что с ними сделать? Порабили лагеры, таких людей у лагеров тримали, меня вызвали, и я говорю, что я не хочу выходить в никакое кировництво, потому что я боюсь, что большевики могут домогаться, чтобы я вернулся в Советский Союз, а там мне могут показать в лучшем случае с ссылкой или застрелить. Так в Яны мне кажут, так ты можешь сменить просьбище. И мне просьбище мое заховали, а ли оно написанное у ангельским выданье, у ангельской, вот это я и понимаю, что шуке лоець, замес с, з, ч, ш, у нас с, эйч, и ангельская интерпретация просьбище. Значит, просьбище вымовляется правильно, шуке лоець, а ли пишется по-ангельску. Вот. И они это мне срабили, и тады я кажу, что я теперь могу. И я могу сядеть разом с большевиками, так, как вы, и с вами теперь, а ли у меня просьбище написано по-ангельску, и знают, что я есть американец, ангельское по-поджине. И тады я пришел в ляер. Значит, шил приватно, а ляер уже пришел просьбать. Але там были забойства, жахливые речи. И вот они меня покликали, и я першил про мову, по-польску ясно, сказал у костеля. Говорил Ксёнц, а потом давали слово мне, и я по-польску сказал, что у ляерей я буду организовать для вас школы, разные курсы, столярские, слезарские, и приготовать, как вы, куда хотите, как приехали, как имели свой фах мейки. Вот. И сорганизую тут вам фаховое школьництво, якое приготуе вас до повестки, ущуде, куда вы хочете. так. Меня сполохали, что, знаете, думали, что я хлыня, молодь, 8 тысяч, что хочу с ней поехать, так меня разорвут, что я неправильно дал информации. что тут было, у этим, белорусское, у Амелевси, у основным невеликая группа людей была у Чикаго, и все. Как я хотел принять американское громадянство, то мне не можно было написать, что я с Белоруссии, бо такого на соу не было, а можно было написать, альбо, что я с Польши, альбо, что с Россией. И вот мы, новая, наша эмиграция, специально, вельми много попрацвала над этим Кипель, доктор Кипель, увяли, что теперь вы уже, як приезжаете в Америку, можете подавать, что вы есть в Белоруссии. Держава. Держава, какая называется Белоруссия. Поляки имели, украинцы имели, навыть литовцы имели в своей организации. Мы не имели ничего. И тому, в первую чергу мы сорганизовали белорусские организации. Одной из этих организаций была белорусско-американская сатиночиня, якой я был старшинем на протягу 32-х годов. на своих местах старались уходить в контакт с американскими политиками и в России организовали наше тут, а так само уплывали в великой мере на политичное и культурное шестье Украины. это значит у Беларуси. Вот. При том, в некоторых выпадках мы эмиграция, дякуючи демократичным свободам, имели больше сдобычи, чем белорусы в Беларуси в контакте с Советским Союзом. Союзом.